ну вот тасол у меня остался как остался в предыдущем видео я показывал что меняю вот эту помпу и старый тасол он далеко даже не старый может быть месяц в машине 2 максимум потому что человек промывал думаю что у него даже меньше чем два месяца и он привез все таки новый свежий тасол ему нужно на машине ездить некогда чтобы это все дело оставилось я предлагаю что как бы интересная идея вот так вот если тасол остается зачем его брать и выкидывать когда можно слить в тару постоит он месяц грубо говоря осядет грязь сверху соберется масло если туда попало все это отделить и у вас пожалуйста тасол даже грубо говоря ваш автомобиль вот хочу поделиться такой идеи приготовил я вот такую 5 литровую бутылку воронку сейчас без всякого фильтра просто сливаю использованный тасол не использованный когда мы работали в него попало немного грязи ну и конечно грязь есть немного грязи из системы для чего это делаю я говорил могу еще раз повториться чтобы как говорится хороший продукт не выкидывать сейчас он у меня отстоится возможно я его залью в систему отопления даже чтобы в нужный момент можно было ее отключить и не бояться что она разморозится естественно все это перемирю плотность его ариометром немного как бы могу даже разбавить его если в систему отопления вот уже часть видите вот уже часть грязи отстоялась вот она вот то есть уже отстой произошел ну где-то я два дня не подходил вот то же самое то же самое случится в этой бутылке то есть отстоится немного здесь грязи я потом ее шприцом откачаю и перелю в чистую бутылку а грязь вылью вот так помаленьку годами скапливается ну будем так говорить значительное количество тасола пользуйтесь пожалуйста моим советом интересные идеи они вроде бы и не новые но актуальны всегда все всем пока смотрите мои видео забыл совсем сказать что нужно приклеить бумажку для того чтобы знать число когда его поставил на отстой ну через месяц через два я соберу грязь как уже говорил и уже точно как бы это для себя можно клеить можно не клеить смотрите сами все всем пока экономьте тасол